всем привет наконец-то у меня в полном распуске эта красотка ох моя бросовола на доза панама она просто шикарно и так как уже все все распустилась я ее развернула сюда в сторону балкона чтобы любоваться этим букетиком не дергать и постоянно не разворачивать цветы держатся безумно долго просто это шикарно конечно когда так долго держатся ты можешь ними любоваться можешь дождаться полного распуска 4 цветоносов раз-два-три-четыре-два-четыре память меня не подвела да я уже жаловалась конечно на то что в связи с жизненными обстоятельствами не получилось у меня хорошенько ее поливать потому что в моих по крайней мере условиях на доза очень любит попить а когда расти цветоносы просто втройне любит попить и отсушила было по много бутонов на цветоносах но она отсушила оставив по два и я конечно же попечалилась но уже ничего не сделаешь и я надеюсь в следующий у меня получится действительно хорошо и многое и поливать но все равно очень красиво очень пышно ох такая дикая дикая штучка обожаю видовые все равно вот как бы на эти красивыми пышными а какими-то невообразимые сочетания цветов могут быть у гибридов но вот меня от видовых аж трусит я их как вижу я не могу и вот знаете я могу выбрать себе какой-то гибрид и он мне так понравился ну так понравился и тут мне попадается какая-то видовая и все мне уже не нужен гибрид никакой дайте мне вот такую видовую ну шикарно не знаю вот для меня может это связано с тем что прикоснуться к дикой природе джунгли джунгли у тебя в доме но вот на доза знаете она как по мне в моем уходе в моих условиях оказалась очень неприхотливой штучкой замечательно ароматит по ночам очень узнаваемый но при этом не давящий запах хотя опять таки я не сплю в одной комнате с этой орхидеи может конечно за ночь он и становится очень приторным но там где она у меня стоит мне конечно очень очень нравится и манера роста у нее прям бульбочка к бульбочке и сами бульбочки очень маленькие вообще мне нравится эти вот острые листья просто кайф и честно никаких у меня с ними танцев с бубном никаких там выверение периода покоя еще чего-то я просто за ней наблюдаю она перестает растить корешочки будем там бульбочки все и я снижаю максимально полив ориентируюсь опять-таки по бульбам потому как они морщатся да то есть когда нужно поливать опять-таки в своих условиях я уже знаю когда меня никто не начинает морщиться я просто успеваю вовремя полить и все замечательно вот честно стою пытаюсь придумать какую-то сложность в ее выращивании но нет прямое солнце выдерживает появляется загар виде таких вишневых крапушек и штрихов на листьях растет у меня в принципе зимой нет не буду врать конечно досветка есть но это не не самые дорогие какие-то крутые мегалампы и в принципе я замечала что у кого опять-таки удачная сторона какие достаточно много света то она может радовать и без особо крутой подсветки то есть тут не скажу что она прям ну очень капризная в этом плане огромный плюс она у меня растет практически круглый год кроме там пары месяцев зимой когда она отдыхает и она цветет несколько раз в год 23 легко и цветет сразу с нескольких бульб и это просто шедевральное зрелище в общем в очередной раз в очередном своем ролике говорю ребятки это вот архиде которую я смело рекомендую и с ней действительно шикарные гибриды огромное множество они очень интересные так сейчас покажу тут свой один вот ой пальцы великий оператор вот такая прелесть думаю все узнали это golden peacock все время хочется назвать его yellow peacock golden bird на самом деле yellow bird golden peacock вот он кто-то его зовут петух кто-то его зовет павлин но вот такая прелесть достойная своего родителя поэтому ребятки да она стоит того чтобы завести ее в коллекции и абсолютно не будет вам крутить мозги будет прекрасно расти и радовать на этом будут заканчивать заглядывайте в описании там как всегда много всего спасибо всем кто досматривает ролики до конца вас здесь ждут ссылочки на другие ролики и плейлисты и ставьте лайки подписывайтесь на канал всегда очень рада комментарием отвечаю всем и всем солнечных дней пышных цветений пока пока